Добрый день. Спасибо большое за предоставленную возможность показать свои данные на столь высоком форуме. В своем докладе я хотел бы представить наш подход к лечению рака головки поджелудочной железы, протоков аденокарциномы именно, с большим осмотром погранично-резектабельного рака. Куда направлять-то? Стрелка вправо. Может кто-нибудь помочь? Что касается протоков аденокарциномы головки поджелудочной железы, то на современной этапе есть четко выработанный алгоритм лечения данной группы пациентов. При резектабельном статусе необходимо выполнять оперативное лечение об фронт. При пограничной резектабельной опухоли мы выполняем неодюантную химиотерапию и при отсутствии отрицательной динамики в последующем выполняем оперативное лечение. При нерезектабельном статусе выполняется химиотерапия и только при хорошем положительном ответе выполняется радикально-оперативное лечение. К пограниченно-резектабельному раку относятся опухоли головки поджелудочной железы, которые контактируют с артериальными сосудами, это верхняя брожающая артерия, меньше 180 градусов, или есть контакт с общепченочной артерией или чревным стволом. По поводу вен, это относятся те опухоли, которые вовлекают венозные сосуды, если возможно, выполнить их резекцию с последующей реконструкцией. В настоящий момент в лечении пограниченно-резектабельного рака, их алгоритм четко прописан и в европейских, и в американских рекомендациях, то есть это проведение в неодювантной химиотерапии с последующим оперативным лечением. Но, к сожалению, треть пациентов при пограниченно-резектабельном статусе, лишь только треть пациентов попадает впоследствии на операцию. Также проводится множество исследований по поводу применения предоперационной химиотерапии у пациентов с резектабельными опухолями. И, к сожалению, треть больных с резектабельным статусом, которые могли бы подвергться оперативному лечению, в итоге не выходят на операцию в связи с прогрессированием опухоли и появлением отдаленных метастазов. Также вот эта работа представлена американскими учеными, в которых отмечается, что пациенты с первой-второй стадией заболевания на фоне неодювантной терапии увеличивается их стадия, они переходят из более низкой стадии в более высокую. В настоящий момент множество работ по применению неодювантного химиотерапевтического и химио-лучевого лечения у резектабельных пациентов находятся на разных этапах своего исследования, но однозначно пока нельзя сказать, что надо делать. Применяемый на иодювантную химиотерапию, потом операцию или операция, фронт. Пока все это на уровне исследования. Бывает очень часто, что оперируешь, вроде казалось бы, одинаковых пациентов с одинаковой стадией заболевания, делаешь одинаковый объем операции, но одни пациенты, один пациент живет долго без прогрессии, второй прогрессирует в ближайшие месяцы после операции. Скорее всего, это связано с биологическими аспектами опухоли, которые сейчас также публикуются множество исследований на большом количестве материалов, которые говорят, что не только применение одювантной химиотерапии, стадии заболеваний влияет на отдаленный результат, но также степень дифференцировки опухоли и другие факторы. Мы оценили уровень онкомаркера SA-19-9, посмотрели, как пациенты с различным уровнем этого маркера и какую отдаленную выживаемость имеют. Отметили, что пациенты, у которых уровень онкомаркера менее 500, живут гораздо лучше, чем те пациенты, у которых этот уровень более 500. Также мы посмотрели на степень дифференцировки, на ее влияние на отдаленные результаты и увидели, что пациенты, у которых высокодифференцированная протоковая аденокарцинома, они имеют лучший результат отдаленной выживаемости, особенно это прослеживается после второго года жизни. То есть те пациенты, которые переживают два года с высокодифференцированной протоковой аденокарциномой, имеют достаточно неплохие результаты отдаленной выживаемости. Что касается распространенности опухолевого процесса, то, естественно, при наличии отдаленных метастазов мы не выполняем радикально оперативное лечение, эти пациенты имеют неблагоприятный прогноз. При наличии метастазов в лимфатические узлы этот фактор является неблагоприятным фактором для отдаленных результатов. И пациенты, которые имеют положительный N-статус, медианной выживаемости гораздо ниже, чем пациенты, у которых не имеются метастазов в лимфатические узлы. Каким образом хотелось вернуться назад, что факторы биологии опухоли, такая как степень дифференцировки, это именно высокодифференцированный дифференцировок, и уровень онкомаркера СА19-9 менее 500 являются факторами, достоверно влияющими на отдаленный результат. Теперь хотелось бы поговорить о распространенности опухолевого процесса, о вовлечении в опухоль магистральных сосудов. Причем, что резектабельная опухоль является, как я уже говорил, выше, если она вовлекает в процесс верхней брюшечной артерии, чревный ствол на небольшом протяжении, и это не позволяет хирургу, опережившему, выполнить резекцию R0. У нас, к сожалению, есть пациенты, которым была выполнена резекция, которым после операционного гистологического исследования были выставлены положительные края резекции. К сожалению, они имеют неблагоприятные результаты отдаленной выживаемости, медиана значительно ниже, чем у тех пациентов, которым была выполнена резекция R0. Даже, казалось бы, в той группе, которая благоприятный прогноз, это высокодифференцированные опухоли, если выполняем резекцию R1 у этих пациентов, к сожалению, они тоже имеют неудовлетворительные результаты отдаленной выживаемости. Что касается венозных сосудов, в плане погранично-резектабельных опухолей, если это являются те опухоли, которые хирург, если может выполнить резекцию, тогда это является погранично-резектабельным. Всё определяется достаточно субъективно. В нашем центре по поводу протоков-оденкарциномы выполнено 270 гастоконкреодинальных резекций. Из них около 40% выполнены с резекцией магистральных сосудов. Мы даём предпочтение пластике местными тканями, об этом уже Владимир Евгеньевич говорил в своём докладе. Чаще выполняем циркулярные резекции в последнее время, нежели краевые. Есть большое количество исследований, это одно из них, китайское исследование, которое говорит, что выполнение резекции венозных сосудов в высокопотоковом центре является безопасной процедурой, должна выполняться и позволяет выполнить гораздо больше количества резекций РНОД. Мы также проследили, как влияет резекция магистральных сосудов. А это не увеличивается и в достоверно не увеличивается время операции, в достоверно не увеличивается кровопотеря. Также не увеличивается количество осложнений у этой группы пациентов, не как количественное, не так же, как и качественное. Тоже примерно одинаково в группе с теми пациентами, которые не выполнялись резекцией магистральных сосудов. Вовлечение вен по ишигаву, то есть это пять типов. Первый – нет вовлечения, второй – с одной стороны имеется контакт опухоли, третий тип – имеется неровность контура вены, четвертый – билатеральная, и пятый – это окклюзия вены с развитием колатерали. Мы, при пештамке уже говорил, выполнение резекции с пластикой местными тканями. При вовлечении в опухоли процесс воротной или верхней брыжечной вены выполняется ее циркулярная резекция с формированием анастомоза конец в конец. При вовлечении в опухоль венозного конфлюенса выполняется кленовидная резекция опухоли с формированием анастомоза, трехчетвертого анастомоза. Если опухоль распространяется на селезеночную вену, то возможно выполнение резекции сосудов с формированием либо анастомоза между селезеночной и воротной веной или селезеночной и верхней брыжечной веной, как представленной внизу, и формирование потом сосудистомоза конец в конец. Или же, если дефект достаточно протяженный, то возможно использовать венозные вставки. Также мы выполняем резекции вены, если вовлечен в процесс первый конфлюенс верхней брыжечной вены. Выполняется резекция с последующим формированием общего соусти между первыми двумя ветвями верхней брыжечной вены. Или же, возможно, перевязка одной из ветвей с формированием анастомоза только лишь с одной вены, с анастомоза конец в конец сосудистого. Из 115 гаспанкреодальных резекций, которые были выполнены по поводу протоков аденокарциномы, лишь в 30% случаев было диагностировано истинное сосудистое инвазие. В 70% истинное сосудистое инвазие диагностировано не было. Мы посмотрели, как влияет истинная сосудистая выживаемость на отдаленные результаты. И увидели, что лишь истинная сосудистая инвазия отрицательно влияет на отдаленные результаты. Те пациенты, которым была выполнена резекция магистральных вен без истинной сосудистой инвазии, имели схожие результаты отдаленной выживаемости с пациентами, которым резекция сосудов не выполнялась вообще. К сожалению, высокодифференцированные аденокарциномы с истинной сосудистой инвазией также имеют достаточно плохой прогноз надалённой выживаемости. Таким образом, 35 пациентов, которые имели истинную сосудистую инвазию, из 270 всех газпанкреандральных резекций составляют 12%. Это лишь 12% пациентов истинно являлись погранично-резектабельными. Это те пациенты, которые требовали проведения неодиуантной химиотерапии. Посмотреть, как влияет одиуантная химиотерапия на надалённую выживаемость пациентов с истинной сосудистой инвазией, при выполнении одиуантной химиотерапии, эти пациенты имеют выигрыш. Татистически недостоверный, конечно, но всё же медианная 16 месяцев, по сравнению с 10. Ну, естественно, одиуантная химиотерапия, безусловно, её применение достоверно увеличивает отдалённую выживость во всех группах пациентов. Теперь хотелось бы поговорить о неодиуантной химиотерапии и тех пациентов, которым мы выполняли оперативное лечение, никогда выполняли оперативное лечение. У нас, к сожалению, небольшой опыт тех пациентов, которым была назначена неодиуантная химиотерапия, ещё меньше, естественно, которым мы выполнили впоследствии операцию. Общее количество составило 21 пациент. 8 пациентов запрогрессировали в течение проведения наидуантной химиотерапии. Средненькое количество курсов составило 4,2. В настоящий момент 7 умер или 1 жив. Сроки наблюдения от 2 до 12 месяцев. 6 пациентов имеют стабилизацию опухолевого процесса. Средненькое количество курсов 9,1. В настоящий момент мы из этих 6 пациентов двоим сделали оперативное лечение, эксплоративную лапаротомию, пробную лапаротомию. К сожалению, диагностирован рост опухоли вокруг верхней брожейчной артерии. Один из них сейчас направлен на лучевую терапию. И 7 пациентов подвергся оперативному лечению. Здесь можно выделить 2 группы пациентов. Первая группа пациентов – это первые 3 пациента, которые получили от 2 до 4 курсов наидуантной химиотерапии. К сожалению, после операции достаточно быстрое время они запрогрессировали. И вторая группа пациентов – это те пациенты, которым было проведено более 6 курсов химиотерапии. Эти пациенты, вот их 4 человека, сейчас они все находятся под наблюдением, ни у кого нет прогрессии. И в настоящий момент мы склонны к мнению, что, скорее всего, надо выполнять 6 курсов полионеодевантной химиотерапии с последующим оперативным лечением, несмотря даже если мы видим на компьютерной томографии после 4 курсов хороший положительный ответ. Таким образом, хотелось бы отметить, что если мы подозреваем вовлечение в опухолевый процесс изолированного, замечу, изолированного венозного сосуда, и уровень онкомаркера в СА-19-9 менее 500, и имеем гистологическую верификацию высокодифференцированной аденокарциномы, у этих пациентов целесообразно выполнение оперативного лечения АПФРОН. Если же уровень онкомаркера или больше 500, или имеется умеренно низкодифференцированный протекл аденокарцинома, и подозрение на сосудистую инвазию, то эти пациенты должны подвергаться неодевантной химиотерапии. Притом, количество курсов неодевантной химиотерапии должно быть не менее 6. Это сугубо наше мнение, наше мнение, которому мы сейчас на данный момент работаем. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? Вопросы? Вопросы, где было истинное расстание абсосудов? Причина генериализации ухудрой процесса, с чьим ухудрой связанным? С региональным рецидивом или с системным прогрессируемым? Чаще метастатическое поражение печени. Метастатическое поражение печени. Второй вопрос тогда такой. Скажите, если мы говорим о химиотерапии, если мы говорим о 2, о 4, о 6, какая химиотерапия проводилась у данных пациентов? Фолференокс. Фолференокс. И 30 тогда такой вопрос. Не кажется ли вам, что есть общепринятый подход при нерезектабельных первичных опухолей по живущей жизни? В чем суть вот неодеватного воздействия? Заключается в том, что из этой категории пациентов выбрать тех пациентов, которые дают раннюю генерализацию, у которых до ней же хирургическое лечение эффекта никогда носить не будет. Понимаете, в чем дело? То есть выбрать и на 7 пациентах делать вот такой вот вывод о том, что 6, 4, 6, мне кажется, пока тут нету научной такой доказательной базы. Я про это говорю, Даша. Мы не нерезектабельны. Мы не нерезектабельны. Это пограничный резектабельный пациент. Пограничный, да. И, Даша, вот этот маркер СА19-9, почему его взяли для такого преддикторного фактора? Нет, это, конечно, не колоректальный рак. Он имеет низкую специфичность при раке по желудочной жизни. Очень много факторов, которые влияют на ее повышение, включая гепатит, механическое желтокое и все остальное. Нет, это, естественно, говорится о СА19-9 при нормальном уровне, щелочной фосфатазе, нормальном уровне билирубина. Это не говорится о пациентах, у которых уровень билирубина повышен. Ясно. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Позвольте еще один вопрос, Денис Михайлович. Вы говорите о применении адъювантной химиотерапии больных с истинным прорастанием, то, что существенно может увеличить выживаемость. А какие вообще показания в Вашем центре для проведения адъювантной химиотерапии после операции? Каким больным кому? Потому что Вы только коснулись сосудистой инвазии. А, наверное, все остальные, это не ранние формы совсем. Наверное, часть больных имели желтуху в анавности, и что говорит о распространенности процесса поражения лимфоузлов региональных. Спасибо за вопрос. Мы говорим про адъювантную химиотерапию. Мы назначаем ее всем пациентам, которые перенесли гастропанкреодональную резекцию. В настоящий момент. Здесь собран материал достаточно большой, с 2009 года. Часть пациентов раньше не получала адъювантную химиотерапию. Сейчас, в настоящий момент, если у нас нет тяжелых послеоперационных осложнений, которые не позволяют пациенту выйти на адъювантную химиотерапию, все 100% получают адъювантную химиотерапию. Ну, естественно, если в зависимости от курса в ней адъювантной химиотерапии, которые были выполнены. Скажите, пожалуйста, при выводе пациента в группе, которые получались лечения до операции пациента, которым проводилось химиолучевое лечение? К сожалению, пока не было. Спасибо. Один, да, там один пациент был, у него был один курс стереотоксис. Да, его соперировали. Спасибо за доклад. У меня вопрос не по вашему материалу. Вообще вот сейчас тенденция есть определенная к назначению адъювантной терапии при резиктабельных опытех, в том числе и ваше отношение какое к этому? Вы, наверное, имеете и не адъювантный, да, Игорь Генчук? Не адъювантный. Не адъювантный. Мы склонны сейчас пока при резиктабельном статусе выполнять оперативное лечение. Не проводить ни адъювантную терапию, при резиктабельном статусе. Вы говорите, 100% адъювантная химиотерапия. А какие схемы вы используете? К сожалению, модифицированную фолфиринокс мы пока ни одному пациенту не проводили в адъювантном режиме. Это генцитабин, капцитабин. Вы разрешите спросить? Денис, у вас есть очень интересное исследование СИИ-19-9 и выживаемость. И дифференцировка опухоли и выживаемость. А бывали такие случаи, что СИИ-19-9 высокий, а дифференцировка низкая? И наоборот. СИИ-19-9 низкий, а дифференцировка высокая. И что тогда? Конечно, были такие пациенты. Должно совпасть оба фактора. Неплохой ответ. А если не совпало? Это же самый интересный случай. Что происходит в этой ситуации с выживаемостью? С выживаемостью я в следующий раз, вот сейчас не могу вам однозначно сказать по поводу этих пациентов. Я в следующий раз обязательно посчитаю, посмотрю. Тогда еще один вопрос. Было ли какое-то соответствие между вовлечением вены и уровнем СИИ-19-9? Нет, не выявили. Я просто на всякий случай скажу, что СИИ-19-9 это специфическая вещь для рака поджелудочной железы. Даже если вы сказали нет, это не значит, что это не так. Нет, если мы полностью... Нет таких сведений, я вам скажу. Также, конечно, есть другие сведения. Нет, есть другие сведения, что после разрешения желтухи при нормализации ГГТП и билирубина СИИ-19-9 уходит на нормальный уровень. Правильно, мы не ждем нормализации, и СИИ-19-9 измеряется при поступлении пациентов? Нет, мы измеряем, естественно, при нормализации уровня билирубин. Хорошо. Они измеряют при нормализации уровня билирубина. Это абсолютно правильный подход. А как влияет рефлюстолангит? Рефлюстолангит? Билидегистином истомоз. Как он? Ну, сейчас очень мало пациентов с билидегистином и истомозом. Очень мало. В основном все с дренированием. Владимир Евгеньевич говорил, что мы отдаем... Большое спасибо за интересные сообщения. Прошу прощения. Еще один маленький вопрос. Вот, может быть, он не совсем по теме, но ваше мнение. И вот тут такая бурная дискуссия вокруг вашего доклада. Скажите, пожалуйста, вот при пограничной резектабельности и при нерезектабельных опухолях вы видите место химиоэмболизации? Вы имеете в виду химиоэмболизации локальной? Мы, к сожалению, был у нас один опыт, но, к сожалению, он был не очень позитивный. Мы не делаем и не позиционируем это. Продолжение следует...